всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обзор карты не стрейф 3 это варкап номер 382 и самое первое что мне бросилось в глаза на результатах это cpm демок ровно на 10 больше как тут не знаю 3 надо почаще играть конечно ну ладно давайте посмотрим собственно изначально возможно не самая приятная карта но в целом играется неплохо старт у нас прыгать через такие вот длинные падики интересно что можно план давайте сначала пройдемся а потом по ротам здесь у нас такие ступенечки здесь у нас слик по которому можно сликать если вдруг кто-то пропустил не знаю будет удивительно здесь у нас опять же падики для которых надо найти спейсинг опять же падики падики везде можно упасть но на больших скоростях это в принципе случается очень редко далее просто поворот здесь можно сделать даблджам перелететь здесь опять же слик аналогичная аналогичная текстура из старта и здесь у нас уже почти финиш и здесь просто вода почему бы не сделать здесь телепорт то есть ты типа если сюда упал то ты в любом случае заруинил сделай телепорт может человек хочет финишировать в общем-то по роутам здесь достаточно интересно можно прямо блуждать особенно на старте потому что можно прыгать например прямо потом поворачивать через все зоны стрейфить либо сразу наискосок стрейфить и получить чуть-чуть меньше скорости но тем не менее все еще хорошие чекпоинты и самое интересное после старта то есть от старта зависит вот эта комната сколько у вас будет скорости какой у вас будет спейсинг попадаете вы здесь на даблджамп или вы просто сюда залетаете все это очень влияет на то как вы будете использовать этот слик а этот слик как вы понимаете достаточно ключевой момент на этой карте поэтому так все запись норм поэтому как бы вот если кто-то запарился с тем как и что нужно ему сделать чтобы попасть на этот слик ему конечно большой плюсик а если кто-то просто прыгал ну ничего страшного значит этот человек запариться следующий раз далее здесь ничего в принципе дальше особенного нету пролетаем если у нас много скорости пролетаем здесь внутрь если у вас не так много скорости пролетаем здесь внутрь если у нас спейсинг не сходится по какой-то причине просто прыгаем ну и здесь соответственно как и на любой стрейф карте нужно соблюдать минимальную траекторию до цели до поэтому мы когда вылетаем оттуда мы не прыгаем на рампу потом поворачиваем сюда мы сразу летим сюда стрейфим на полную здесь делаем даблджамп если возможно очень странный пол чем вот так делать интересно а здесь есть зачем здесь стекло а здесь не стекло дизайн 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 ребята ну и в общем то делаем даблджамп перелетаем здесь все попадаем на слик сликаем попадаем на рампу хорошо не попадаем на рампу плохо ну вот и все вот и вся карта проходится она за 15 секунд демок много давайте смотреть не знаю карта конечно зря и и посоветовал но на но на прикольная типа так знаете подчилить расслабиться так я забыл в кутри убрать mdf и одну секундочку я тут уже все открыто раз я все сделаю 3d убрал катри забыл бывает универсию мочи републик републик так ну тут сразу можно сказать да что человек новичок поэтому комментировать особо какие-то что-то телодвижения не буду потому что ну совсем новичок я думаю что человек у нас сначала освоится какие-то базы выучить теорию немножко до акции как работает набор скорости вот это все ну неплохо неплохо между прочим нигде там не упал ни в какие телепорты ничего так кузгух а кстати говоря кузгуху и кузлеху еще раз огромное спасибо за поддержку спасибо вам я мотивируюсь хоть как то делать обзоры спасибо вам большое так 29 и 8 кузгух из сыктывкара а попить очень интересно так змейкой да пропрыгал вот по поводу кутри кстати ничего сказать не могу но я думаю мы посмотрим когда топовые демки будет понятно достаточно чистенько кузгух молодец старт конечно мне кажется можно немножко как-нибудь наверно можно можно сделать по-другому но в целом очень даже ничего так драконикс давай завязывай типа ты отправляешь для рейтинга так не пойдет давайте играйте по серьезке для рейтинга пусть вот отправляет на час какой-нибудь понимаешь или от рейван пусть для рейтинга хотя рейван старается давай не присылай такую хуйню давай если шлешь что пусть это будет хорошая демка ставь вот такую цель они я если это не хорошее то не шли смысле если это плохая вот такая если не добил просто то тоже шли ладно отсидеть 8 чем вот это вот зачем ты минуты серверта вот другой старт в кутри который похож уже на правду который скорее всего попилили у кета у нашего так сказать клана пол в бит нет не слышал по драконикс я все носу расскажу что ты обузишь рейтингу и кутри еще пилой попили что классно прошел давай завязывай старайся там ёбаный в рот так сили чай 29 8 добрый дня вечера павел так ну старт похож но тут на тот что вы только что видели правда что здесь немного траектории по уже я думаю что здесь кстати тоже надо пролетать в кутри дырочку они вот так вот ну тут очевидно да что надо искать спейсинги вообще карта интересная по поводу спейсингов именно для поиска для понимания как что на карте взаимодействует друг с другом какие прыжки это очень хорошо хорошая дамочка аксель джен спасибо 28 0 на час на секундочку перебил вот а в клан про молодец так халв биты пошли новый уровень перелетел но тут тут минус прыжочки да вот эта вся тема но в дырочку все еще не пролетает на час не умеет в дырочки но финиш ой зацепил ну да ну грязненько грязненько но видимо не хотелось играть настолько много 8 минут сервер тайм очень классно начать спасибо за твое внимание рэйвен 27 2 вот сразу видно кто поиграл 38 минут сервер тайм так сокращает траекторию рэйвен опа в дырочку получили да нахуй увольняем драконик соберем рэйвена шизовит рэйвен старается а драконик с который на 5 голов выше не старается вот что это так хэппи хэппи гришка до хэппи гришка привет я забыл пострелить тайм вот тоже человек ну почти поиграл сервер 18 минут будем сервер таймы сегодня смотреть если они забудут не срезал траекторию вообще казалось бы спорно да то есть если ты срезаешь что ты потом на повороте скорости теряешь больше если не срезая что у тебя траектория выше но это и траектория шире то есть и типа ну через тесты если только но опять же если у вас не очень стабильный стрейф в плане исполнения если вы не можете постоянно выбивать себе плюс-минус постоянно я не говорю всегда почти вас тяно выбивать себе один тот же спейсинг чтобы потестить это в этом конечно с этим будут проблемы но в целом наверное сокращение траектории на такой длинной дистанции вот без теста скажу она окупается к финишу а широкая наоборот не окупается потому что там скорости на слике не наберешь ничего ну короче ну короче да так радио кого 26 5 поехали поехали ищите в какую-то ищите в комментариях вы Ryan ad ищите по наше конец ищите с ищите у т ищите а если не прав так роут у нас но старт видимо такой вот он оптимальный судя по всему я посмотрим так через дырочку ну вот ты попадаешь тут тут правой скорости в два раза меньше ну там наверняка можно как-то впилиться получше но использовал срезку почет и уважение плану не почет не уважение дракониксу от 56 existence пока existence это кто я опять забыл хороший стрейф слишком широко на мой взгляд получилось можно было потренить чтобы поуже вылетать она вот даже вот так важно но так шире конечно получается но не знаю не 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 знаю не знаю очень спорно надо больше вариантов посмотреть хорошая хорошая демка чистенько единственное но интересный вариант с финишем да вот но после так сказать срезки но мне не очень понравилось старт слишком широко не знаю мне кажется можно намного уже и был бы тайм намного лучше так вовка 25 и 1 неплохо неплохо сослика просто зашел на на пол так сказать это получился как бы гранд фрейм но как бы не особо старался неплохо неплохо если что опять же вот это вот решение с более широким получается поворотом для сохранения скорости не знаю не знаю может там может можно соединить как бы вот эти два роута иногда такое работает ну дэм 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 кигру я нажал дэм дэм к хорошая дэм к хорош так аренд 24 8 давай аренд опять у меня почему-то с утра всегда заложен нос наверно все смотрят обзор и думают что я всегда болею им тусик так 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 вот сохранил 800 пожалуйста и здесь почти тот же косарь то есть пострейфить получше как-то да скорее всего я не знаю как там это выглядит но сейчас мы уже близко и да посмотрим хорошая дэм к я думал что надо не в первую дырочку лететь а во вторую и тогда у тебя будет хорошая траектория чтобы сохранить максимально скорость очень хороший гранд фрейм и вообще постоянно набор скорости идет вот тоже кстати как вовка я уже задумался при за оригинальность давать но вот до вторую дырочку у тебя получается более широкая траектория но тем не менее она все еще не так не не слишком широкая вот здесь он единственное он не попал получается там на скимить значит эту дырочку вторую скимить надо еще еще лучше еще больше и скимить тогда ты попадаешь на внутреннюю рампу ну в смысле на внутреннюю стенку да которая поворотная ну третье место тофу из сша поздравляю москаля не поздравляю москаль не старался я думаю ладно я верю ладно стоп москаль подожди я верю что вы кутри ты старался но я также верю что кет не очень сильно старался но результат хороший хорошо москаль давай так вы все что кет может лучше я сомневаюсь что я ты там не знаю драконикс enter ваще хоть близко кету если кет серьезно играть вот близко к нему подойдет это очень вряд ли но темнее один фрейм классно астрофи давай москаль поздравляю второе место в кутри хорошие гранд фреймы очень интересный поворот сохраняет очень много скорости будет во вторую дырочку то во вторую да вот грамм значит гранд фрейм да все верно гранд фрейм на рампе это очень жестко ребята держу в курсе я думаю москаль может комментариях написать насколько это жестко очень хорошо я даже вижу что можно прям не знаю мне кажется 22 наверно можно сделать но нибудь не буду спорить я в кутри не играл если я полчасика поиграю я скажу и кет первое место на фрейм быстрее давайте посмотрим сколько сервер так 26 минут я думаю кет играл целых 26 минут на этой карте посмотрите какой результат какие даже без гранд фрейма а чё с гранд фреймом быстрее разве мне кажется где-то на старте обосрался да москаль у него финиш быстрее а старт медленнее оба кет оба на испанную л банкет вэлдом ладно переходим цп посмеялись так сайте хватит давайте сразу я буллинг драконикса и москаля это классика это не серьезно если вдруг кто-то сейчас мне будет драконикс или маска или еще кто-то будут пытаться мне в комментариях что-то доказывать не нужно я прекрасно знаю что вы нормальные ребята с хорошими скиллами но но вот это просто неприятно вот это вот 29 86 ну кнопку какие-то 25 назад ну где-то отправь ну тебя кузгук почти перебил драконикс ужас и мне неважно если ты играешь на рейтинг и тебе ты просто хочешь отчет рейтинг не приняту еще нету рейтинга не надо типа надо играть в обе физики серьезно радио кого-то 36 поехали 25 демок ок время работает скоро 11 часов так чуть-чуть слик заиспользовал импортозамещаем слова завязал по какой-то причине так ну здесь да то есть вы кто-то мы видели от радио каллы радио каллы же дамы кутри мне понравилось да 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 скорее всего похожие движения тут мы видим я не знаю возможно он играл в кутри просто больше а цпм просто так прошел опять же так как драконикс сделал я опять же советую так не делать это просто вам испортит свою же статистику типа даже если вы не ведете никакую свою статистику это просто типа но это не очень правильное отношение в целом если вы хотите добиваться каких-то результатов деф надо стараться всегда если у вас на стороне остался один день но при этом вы там в кутри уже закончили играть да или там у вас есть плюс 5 фреймов но вы не хотите их уже дожимать ну что вообще не вариант просто играете цпм посерьезки не так что ай да я сегодня почилю типа ну но это в общем не знаю конечно очень субъективно но мое мнение в деф нужно играть ради так сказать победы что если очень очень кратко очень сжатое не очень корректно ради победы то есть на результат надо играть двадцать один и шесть двадцать шестьсот девяносто шесть айс пола ладно короче я опять душню не буду больше душнить кузлеху кузгуху еще раз спасибо за поддержку напоминаю всем кстати что извини фола что эту депку в игру выбрал для того чтобы поговорить а вот double jump кстати и вот на слик но слик не совсем дает много скорости точнее даже забирает но дымка чистенькая ничего такого нет радио кали надо научиться стрейфить в как вот в кутри везде стрейфил цп на также стрейфить это забыл сказать так силе gm 29 напоминаю у меня есть теперь телеграм и приглашаю вас всех туда подписаться потому что там происходят всякие новости не использовал слик хулиган очень интересно там происходят всякие анонсы всякие новости всякое общение и прочее прочее подсидеть очень хорошо очень хорошо там же бой киров кто-то какие-то новые люди или нет или был такой на слике почти не набрал очень долго жмешь прыжок вот эти скажу очень долго жмешь прыжок из этого набираешь гораздо меньше скорости чем мог бы 19.9 волка ноет поехали 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 дымок много давал джамп а волчон нет здесь не давал джамп ну слик опять же не очень хорошо использован очень странный стрейф что куда-то в центр вообще полоски целишься кстати можно включить snap hud да очень странно она ну дымка хорошая но как-то очень странно стрейф краксел из германии кракса вроде не смотрит обзоры поэтому не будем пытаться на английском сделал дабл джамп апп слик но слик как бы не использовал я бы сказал что краксел очень близок к хорошему роуту а где у меня а я в онлайне играл я смотрю что-то у меня чеков нет так рейван 18 8 а вот в онлайне дымчик по узким траектория хорошо на слике плюс 200 лично вообще отлично рейван молодец молодец хэппи гришка 85 на 300 быстрее огнул на слике набрал чуть-чуть скорости попал на рампу полетел дыр еще здесь рампу использовал но вот эта рампа 2 она лишняя и вроде кажется что она дает как бы нормально скорости и потом плюс но на самом деле нет не надо этому верить вот эти все почти почти в 90 процентном случае 99 процентах случаев на картах вот эти вот завороты куда-то от основного роута для того чтобы прыгнуть там на рампу они обычно не окупаются на финише и можно вместо того чтобы поворачивать можно всю ту же скорость пока ты летишь просто но почти всю ту же скорость можно выбить с меньшей траекторией так кузлях спасибо еще раз за поддержку 18 4 и разу же кузляха поэтому поблагодарил с кузгухом естественно с кузгухом спасибо ребят пасила ну кузлях сушки out если я не знал что это кузлях я бы я бы не не сказал что это кузлих обидно на рампу не попал могло бы быть чуть чуть побыстрее перебил бы синтакса уууууууууу оуууу jadi повезло не так сказать не получилось не фортануло бывает что такое сейчас чихну с чихну ребят может и нет а в общем классно классно жаль на рампу не попал в конце так очень очень хорошо видно что кузлях прогрессирует вот единственный за кем я наблюдаю прям вот прогресс какой-то да какие-то уверенность появляется некоторые все больше и больше это кузлях уверенность не то что типа в себе типа уверенность в типа компетентность в том что ты делаешь вот а это очень важно синтакс чуть-чуть буквально два фреймика на фреймик на 2 тоже на слике ну здесь вообще в первую очередь я могу вам порекомендовать такую вещь если вы видите на слике где-то на старте если вы видите где-то на старте слик я вам рекомендую прежде вообще карту играть ну то есть пройте вот эта комната со сликом на цельная по идее как вы тут комната со сликом, потом поворот, и все, да? Вот эту часть нужно прям задрочить. Нужно понять, как работает слик, и как с этого слика лучше всего и больше всего выбивать скорости. Если вы так будете делать, то у вас сразу одной проблемы меньше, и вы перестанете выбивать со слика плюс 100 упсов, когда можно сделать плюс 300 упсов. Так, андет снайпер. 18-1. Ой, сейчас чихнуло, вообще ужас какой. Не, я буду сидеть до последнего. Я не пойду. Неплохой стрик. Широковато здесь пошел, можно было чуть-чуть поуже на повороте. Могло быть чуть-чуть побыстрее время. Ну, нормально, чистенько, чистенько. Так, кипиш 17-7. Где дракон? Ну, ну, кипиш, ну, верни дракона, так, вообще снизу с дублджамбом. А ты знал, что это слик, кипиш? Я сомневаюсь, что кипиш должен был. Че? Нормально попал на рампу. Ну, не знаю. Первый, вообще, вообще, у первой комнаты там, у слика, у первого слика очень много потенциала. Его нужно найти, его нужно именно раскусить, провести там час, вот этот слик поиграть. Чтоб понять, в какую сторону, какой спейсинг, как можно, как нельзя. И вот это все. И тогда вас ждет успех. А остальная часть карты, она приложится. Если у вас получается слик, все, остальная часть карты, там просто стрейф, там ничего больше нет. Так, каркиус, 17.2. Ну, то есть, подход, я говорю именно про подход к задорачиванию любых карт, он плюс-минус индивидуальный. И нужно понимать, ну, индивидуальный в зависимости от карты. И нужно понимать, какой элемент на карте важнее или сложнее, или, так сказать, ответственнее, хорошая демка, каркиус, ты все равно не смотришь, хейджази из Египта. Нужно понимать, какой элемент на карте наиболее важный и уделять ему наибольшее внимание. А потом уже всю остальную карту, потому что если вы просто играете, например, всю карту всегда, то тут очень сложно, как бы, какие-то плюсы вывести потом для себя. Хорошая демка. Так, Кашуков 16.8. Че, я не хочу чихать больше, и че, я не понимаю, это тоже. Адет Клан Про. Чисто, чисто про. Хороший стрейф, кстати, даблджамп, 1200, почти со слика, очень хорошо, попал на рампу, 1400. Здесь по узкой траектории, хорошо попал на слик, 1600. Вообще, в этом случае можно прямо поворачивать до Талава, сокращать свою траекторию, но да ладно, это уже мелочи. Очень хорошо, очень чистенько, Кашуков молодец. Так, 16.7. Зил, Зилу надо написать, Зилу у нас хороший маппер, да? А еще неплохой стрейфер, наверное. Так, ну ладно, я, ладно, ничего. Со слика очень мало выбил, но стрейфит, видно, что движение хорошее, и со второго слика тоже из-за того, что спейсинг, так сказать, поломанный. второй слик тоже не очень на час 16.6. Очень много, людей именно вот в 16, даже я он в онлайне 16.4. Ну, тут, короче, геморрой вот с этим спейсингом на старте там надо как-то прям вот по-особенному. Ну, он попытался, конечно, начать с максимумом выжать из, так сказать, второго слика, но, ну, нормально, ну, начался есть, начался, турнер, 12.5 турнер, вернулся. Так, даблджамп залетает на ступеньку, здесь хороший слик на 1200 с даблджампом на вторую, во вторую дырочку, почему-то здесь широко пошел, зачем так широко, зачем так широко, не надо так широко, зачем так широко, блин, вот пошел бы уже и был бы вот перед пузом. Эх, торнер, торнер, забыл уже все базы, все основы, иммортал. Ну, хорошие демки пошли, хорошие, слик очень качественный, даблджампу со стика, все, что нам нужно в первую дырочку и все, даталово, страфим, делаем прыжок, да-да-да, и вот он, спейсинг на слик, все, вот, пожалуйста, вот, хороший спейсинг, ух, еще и Лида, хороший спейсинг на слик, но иммортал начинается здесь. 16.0, пузо, пузо, неплохой слик, неплохой, в первую дырочку, даталово, стрейфим, поворачиваем, еще можно здесь пострейфить после поворота, почти 1700, после слика, нормально, 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 16.0, то есть здесь, по идее, как я и сказал, слик, вот этот первый, он баз, он самый основной, он все, если ты его сделал, там, на 5, на 15, больше, все, у тебя сразу рек, типа, вот так вот, так, и мы видим, что здесь вот, надо, минов убрать, в свою команду, да, потому что у нас, раз, два, три, четыре, игроков, и вот, еще бы, минов, и прям, топ-5, TH, прям, THA, или как, как вы называете там, в простонародье, ладно, 15.8, варпач, вернулся у нас, варпач, чтобы покорять вершины, DF компса, все правильно, варпач, скоро, дуэльный кап, так что, да, так, до талого, прям, строфить до талого, если еще, дублджап, там, можно сделать, вообще, кайф, здесь, попадает на рампу, не знаю, мне у пузо, слик понравился, очень качественно у пузо, вышел там, на 1700, но в АКУ-3 старался хорошо, молодец, скуп сервертайм, 20 минут, ну ладно, без дублджампа, 100 скорости, 1500 перед сликом, здесь 1650, нормально, нормально, Сити, перебил, на скалябре, Сити, Найс, Валдан, 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 Так, с дублджампом, здесь дублджамп, не, 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 не особо понял, что разницу сейчас, ну там какие-то же мелочи решают, вот эта сотка, это какая-то мелочь, я не заметил, по крайней мере, так, 1709, Миново, Миново, кстати, очень классно начал стрейфить, очень хорошо, очень сильно стал играть, внезапно, я не знаю, это возможно он все время играл, пока я не играл, потом я такой прихожу, а Миново там уничтожает, нормально, да, очень сильно, нормально, ну и драконикс, вот портит драконикс себе репутацию, своими демками в ИКУ-3, я вот так скажу, хороший человек, скилловый, 15,5, 1300 почти со слика, ну кайф, ну балдеж, 1700 здесь, и траектория поуже, но все знает, все умеет, вот пожалуйста, хорошие, так сказать эти, ну ладно, давайте, перейдем, так сказать, сюда, значит, кузгух у нас только-только возвращается, еще форму наберет, я думаю, где-то в серединке будет держаться, как и кузлях, кузлях почти в серединке, если бы было, 10, если бы было, например, 15 демок, ладно, я так, пошучиваю, забыл отправить, зато избежал позора, вот эффект молодец, забыл отправить, зато избежал позора, а вот драконикс не забыл отправить, представляешь, Антон Петрович, ну, Антон Петрович вряд ли смотрит варкапы, на которых он не играет, но тем не менее, в общем-то, все, на этом все, всем спасибо, 25 демок в ВК3, 25 демок с CPM, 15 демок в ВК3, и кончается у нас через один день, 12 часов, баг 43, что является очень хорошей картой, я бы с удовольствием ее тоже поиграл, но я очень занят, у меня был ремонт, и вообще, короче, эта неделя сумасшедшая, ну, и будет еще сумасшедшая, а еще, возможно, в воскресенье будет стрим, и в субботу, возможно, тоже будет стрим, но это не точно, вот, все, всем спасибо, всем удачи, еще раз напоминаю, что завел телеграм, подписывайтесь, будет очень приятно, я стараюсь там поддерживать хоть какую-то связь, все, всем спасибо, всем удачи, всем пока. мы только в дефект, simple, lä выeurщедшая, Toyota, так, плюс배, пока. Потому, вот, почешь,